Мечта сбылась, мы прогуливаемся по набережной, сами. Вчера у нас еще на тренировке мы преодолели ступеньки. Я поднялся за 9 лет и преодолел лестничный пролет первый раз за 9 лет. Тоже были незабываемые ощущения. В инвалидной коляске Сергей Рубинштейн проводит последние 9 лет, хотя год, как уже не прикован к ней. Мужчина активно участник эксперимента, точнее большой исследовательской работы по внедрению экзоскелета в программу реабилитации людей с инвалидностью. Три раза в неделю он проводит тренировки в этой высокотехнологичной конструкции. У меня нет чувствительности в ногах, но она стала появляться после использования экзоскелета год назад, появлялся все сильнее и сильнее. Экзоскелет – уникальная разработка компании «Экзоатлет» резидента фонда «Сколково». В Архангельской области оборудование представлено в единственном экземпляре – в отделении восстановительного лечения Первой городской больницы. Недавно с его помощью поставили на ноги 7 человек, перенесших инсульт. Но основные пилоты – все-таки после травм позвоночника. У пациентов с травматической болезнью спинного мозга у нас прошло 23 человека. Это представители разных районов нашей области. Были у нас и гости из других городов, которые один-два раза пытались встать, походить в экзоскелете. Конечно, это очень мощный психологический фактор, когда человек встает. 12-летний Алеша сопровождает Сергея как группа поддержки. Мальчик не может ходить после ДТП. И то, какие успехи делает его старший друг, явно вселяет в ребенка надежду. Он внимательно прислушивается к комментариям пилота. Чтобы ножки ожили, чтобы они почувствовали команды головы, услышали. И поэтому я каждый раз ногой участвую, каждый шаг я делаю головой. Осталось только дождаться, когда разработчики выпустят специальный подростковый экзоскелет. Это социальный заказ компании «Экзоатлет» от нашего региона. Проект поддержан на самом высоком уровне областным правительством и корпорацией развития. Дело в том, что это единственная возможность активной вертикализации сегодня. Мы знаем, что у нас есть локоматы, но локоматы – это статично. То есть ты человека помещаешь, и человек статично в реабилитационном отделении, в помещении работает. Как мы видим, экзоскелет сегодня дает возможности человеку прогуляться. Понятно, что сегодня с помощью медицинских специалистов, либо под присмотром, с чьей-то помощью, но это возможность. Нам не страшно такое мелочи. Я знаю, что вам ничего не страшно. Подъем по ступеням к вечному огню тоже первый, потому что это подъем без перил. И как закрепление успешной прогулки по набережной. Еще две маленькие победы. В копилку одной общей – над болезнью. И здесь Сергей Рубинштейн делит радость со своим инструктором – тезкой, который всю дорогу страховал пилота со спины. Но второй Сергей утверждает, что первый все сделал сам. Это экзоскелет реабилитационный, не ассистивный. Он не выполняет функцию ассистента, он выполняет функцию реабилитации. Поэтому я страхую и предотвращаю риск падения. Сергей устал? Нет. Не устал. Я тоже. Общее фото возле монумента Победы. А в это время, напротив, яхта «Мечта» бесстрашно рассекает волны тревожной северной двины под дождем и ветром. Все символично и правильно. Путь к мечте не бывает простым. И Сергей Рубинштейн давно встал на него и уверенно продвигается вперед. Светлана Дейнека, Ольга Красулина, Архангельское телевидение.